Ладно, мои хорошие, ну что, лекции начнем? С этим у нас секреты семейного счастья. У нас «Головно по игрокам» семинар называется. То есть у нас каждый день что-то новенькое. Но в следующий раз мы будем подробно изучать каждую тему, то есть одну тему, а в этот раз у нас обзорный такой. Семинар такой, один день, одна тема. И так как у нас один день одна тема, такая у нас ситуация, поэтому мы можем с вами поговорить только о самом главном в личной жизни, о самом главном. Первое, что надо знать, что в основном у всех людей страдания в личной жизни бывают всего по нескольким причинам. Первая причина – нехватка энергии. Люди страдают, потому что у них не хватает сил. Все силы идут, во-первых, причина, почему не хватает сил, потому что мы живем в каменных джунглях. То есть вот здесь есть энергия солнца, энергия воды, энергия воздуха. Здесь есть в этом помещении? Нет. Она вся там. Раньше, еще 150 лет назад, люди жили там. Они работали на улице, они в основном находились на улице, машин не было, в основном все были на природе. А сейчас в основном все находятся не на природе. И так как мы находимся не на природе в основном, поэтому в основном у нас не хватает энергии. Когда у человека не хватает статическое напряжение, копится усталость раздражительным, обидчивым, ранимым в отношениях. Когда не хватает динамической энергии, ну то есть правной, когда не хватает, то люди не могут... Устают друг от друга. Копится усталость в отношениях. Усталость, тяжелость в человеке. И когда не хватает энергии солнца, то не хватает счастья в отношениях. Отрицательные эмоции или приснят там и все прочее. Понятно? Вторая причина это сами отношения. Что такое семейные отношения? Это зона повышенных ожиданий. Вот если у человека очень сильные ожидания к чему-то, то тогда там и находятся очень сильные обиды, гнев, страдания сильные. Вот у кого плохая семейная судьба из людей? Нет, не надо руки поднимать. У вас хорошая семейная судьба. Вот. Плохая семейная судьба, это значит сильное ожидание. Вот если вы сильно, очень сильно хотите семейной жизни, значит тогда и будет плохая семейная судьба. Вот допустим, вы сильно хотите счастья в семейной жизни. И вы встретили молодого человека. Немножко с ним пообщались, боялись его там, а вдруг он не тот. И вот в этом, когда вы расслабились, как бы, дальше включилась энергия ожидания. И ты смотришь, вот он, как бы, молодой человек, которого я ждала. Вот это и есть мое, счастье, которое должно было у меня быть. И вспыхивают вот эти желания по отношению к нему. И он, допустим, цветы не принес, а он, ты же хотел, мечтал, чтобы тебе цветы приносили. А цветы не принес, а это полный облом. Вот он говорит, что ты не улыбаешься? Она хочет улыбаться, не может, потому что ей плохо, цветы не принес, цветов нет, что за фигня, что за любовь такая. Жизни нет, такой любви никакой. Вот, потом она думала, что у него стабильная зарплата. Ну, чтобы спокойно жить, чтобы сделать, как бы, гнездышко слить, чтобы там сидеть, просто кукарит, где-то кудактать, яички выносить и не палиться. Вот, а тут, блин, никакого гнездышка не сделаешь, потому что он работать не хочет, гад, заставлять меня. И все, опять, опять облом. Ну, то есть, слово любовь, это же означает определенные желания, которые человек имеет по отношению к другому человеку. Тоже мужчина, тоже же по отношению к женщине имеет желание. То есть, у него любовь, это не просто, типа, как бы, любовь означает, вот, я буду, тебе отдам. Вот, если, допустим, встретились два парень и девушка. Девушка говорит, мне ничего не надо, я только хочу тебе служить. Парень говорит, нет, это мне ничего не надо, я только хочу тебе служить. И мы начинаем с скандалом. Такие скандалы вы видели, нет? Нет. Скандалы в основном означают, мне надо, а ты мне не даешь. А она говорит, нет, это мне надо, а ты мне не даешь. И вот это называется скандал уже, понимаете? Скандал идет от ожиданий всегда, запомните. И что такое семейная жизнь? Это зона катастрофически высоких ожиданий. То есть, страшно высокие ожидания. Понимаете? И поэтому люди ругаются. Сильное ожидание. Вот, поэтому первая причина несчастья в семейной жизни, это не хватает силы на свои обязанности, на человека, на близкого. Не хватает сил, потому что блоки, нет энергии. Люди живут плохо, неправильно. Вся любовь, ведь она на природе протекает. Вот давайте посмотрим любовь в прошлом. Вот как это? Или вообще в настоящем? Вот люди влюбились, они дома сидят вместе. Им дома вообще невозможно. Им надо куда-то идти гулять, чтобы получать энергию. Они гуляют, едут, ну там, где много энергии, они едут, допустим, в Холливуд, там много энергии гуляют, там, допустим, круиз, там какой-то, там, дислей, лэнд, они тут, там, наслаждаются, там, 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 всякие есть и зверушки, там, и всякие монстры, все так красиво. Вот. Или ходят просто вдоль моря, да, море, солнце. Вот. Ну, то есть, любовь означает энергия природы. Чтобы энергия любви двигалась, нужна природа. Из природы нет любви. Поэтому сразу вывод. Если вы с мужем никуда гулять не ходите, дома сидите целый день, у вас любовь будет? Будет? Нет, потому что нет энергии, нет любви. Вот. Потом дальше, следующий момент, который надо тоже понимать, это, ну, давайте закрепим материал, как бы, песнями, да. Может, про любовь сегодня, когда много песен будет. Любовь, да? Природа. Без природы какая любовь? Да? Смотреть вместе с телевизором, а цвет за лимой. Надо гулять, радоваться морю, пальмам, да? Всем улыбаться. Ну, примерно так. Теперь, следующий момент. Ну, то есть, первый момент, это энергия, да? Сил нет, значит, нет любви. А ты такой холодный, какая-то, как океанин, и все твои печали за темною водой. Так? Нет энергии. Почему он холодный? Потому что динамический блок. Надо дветировать в жизни, совершать, чтобы стать горячим парнем. У нас были горячие эстонские парни. Или холодные лос-анджелесские девушки, да? Холодные или горячие? Горячие, наверное. Горячие, потому что много солнца, конечно. Горячие, солнечные. Да? Солнечные. Как повезет. Как повезет. По идее, если на солнце человек живет, он должен быть солнечным, так? Как мы сейчас сидим по отецам. И на солнце не бывает. Что такое любовь? Это энергия солнца, мои хорошие. Энергия солнца, она через людей также может действовать. Если человек любит людей, значит, он от людей тоже солнце будет получать. Вот я от вас солнце получаю, вы мне улыбаетесь, это солнце или что? Или это вода? Ну, понятно, что, ну, у вас, как бы, в Лос-Анджелесе здесь таких проблем нет, можно солнце от солнца получать. Ну, допустим, в России, там солнце может только от людей получать. Потому что на небе же нету солнца, там облака. Поэтому, ну, так вот. Вот, теперь следующая проблема личной жизни. Проблема заключается в том, что женщина думает, что мужчине просто нравится, о ней заботится. Он просто обожает. Она уверена, у нее нет вообще никаких сомнений. Точно так же женщина тоже уверена, просто думает, что мужчине нравится, о ней заботится. А мужчина думает, что женщине нравится, то есть, они уверены, просто, вот, допустим, мужчина думает, женщина просто скиты видит, просто, что думает, готовить, стирать, убирать, и всегда поставим, да, мы хорошие, да, да, согласна, совсем. Вот, мужчина уверен, что вот женщина такая, ему кажется, что она такая. И он подробностей не знает, какая она на самом деле, он до конца не разбирается в этом. Девушка тоже думает, ну, парень, как бы, он хочет ради меня работать, он хочет ради меня, ответственность за меня брать, давать им возможность, чтобы я была счастлива, чтобы я ничего не делал, он прямо обожает, вот, так вот жить. И он всегда, когда меня видит, падает в омоле. Она так думает. Теперь, какие советы? Какие советы? Первое, что надо знать, что мужчине приносить счастье женщине, это аскеза. Это аскеза. А женщине приносить счастье мужчине, это тоже аскеза. И тому аскеза, и тому. поэтому любовь, это сплошная аскеза. Это не то, что прям там ты балдеешь. Понимаете? Не, вернее, ты балдеешь месяца три. месяца три, где-то там медовый период, конфетно-букетный период. Идет балдеешь, да, какое-то время. А потом дальше уже аскезы. Вот, допустим, женщине, мужчине, я просто для вас рассказываю, потому что я их хорошо знаю, изучил за 30 лет. Вот женщине очень большая аскеза смотреть на мужчину глазами верности, уважения и восхищения. Вот это тот взгляд, который мужчине нужен для того, чтобы энергия любви поступала от женщины к нему. Вот энергия любви есть, но не поступает. Допустим, представьте себе, человек сидит, перед ним яблоко. И он плачет. Говорит, ты что плачешь? Он говорит, я яблоко хочу съесть. Ну, съешь. Он говорит, не одежь, непонятно. Яблоко есть, а съесть сложно. И он плачет, ему хочется яблоко. А нельзя. Точно так же мужчина, вот есть девушка красивая, моя жена, все вроде законно, а энергия любви не поступает. Почему она не поступает? Потому что девушка смотрит на него. Вот. И он как бы страдает. Почему он страдает? Потому что не поступает энергия. А она может поступать, если она на него смотрит, вот так вот. Боже, какой ответственный. Боже, какой разумный. какой решительный, сильный. И женат. На мне, женат на мне. Вот так, как бы, ну, так хотелось бы. Но у женщины есть особая функция. Она видит и запоминает все недостатки мужа единицу времени. И потом уже их никогда не забывает. У нее все откладывается там. Осадочком, осадочком остается. И она потом смотрит на него и как бы странствовала. А внутри уже много чего накопилось с пониманием. Вот. И взгляд уже не тот. А он-то не может любовь получить, потому что он же женился для того, чтобы от нее любовь получать. Она же вся из себя, и как бы много любви, а ничего тебе не достается. Вот. Это проблема. И когда ничего не достается, он ходит, ходит, киснет, и у него возникает сильная нехватка энергии любви. На эту сильную нехватку энергии любви клюют незамужней девушки. Глядя на парни, они что в них видят? Они видят реакцию. Когда, допустим, парню не хватает энергии любви, он идет по улице, допустим, видит девушку. Итак. Я вспоминаю, тебя вспоминаю, та радость шайная зашла, как заря, летящей походкой и вышла из мая и скрылась из глаз пеленей первая. Почему? Потому что жена не дает нормальной энергии и он становится зависим от летящей походки девушек, которые на улице находятся. Так разрушаются семьи. Почему она не дает энергии? Потому что она не знает, что есть желание, а есть обязанность. и обязанности рождает любовь, а не желание. Люди ждут, когда же я буду счастлива с этим своим мужем. Ответ простой никогда. Почему? Потому что, чтобы быть счастливой, для этого надо вкладывать то, что потом создает твое собственное счастье. это непростая работа. надо знать точно, что именно вкладывать. В первую очередь, что во вторую. Что может быть ты вкладывал, но не то, что надо. То же самое мужчине надо делать. Вот если мужчина ждет взгляда уважения, почтения, согласия, женщины запомнили? Надо делать как обязанность. Аскеза такая. Смотришь, ну, проведите эксперимент. Станьте смелыми людьми. Вот вы сейчас ледяной воду со мной зайдите, это признак смелости. Вот, так же станьте смелыми людьми и смотрите вот так. На мужа он сразу такой сразу начнет расти, сразу обнаглеет. Ну, это только первое, не надо бояться, это первая стадия, потом все будет нормально. Вот. Точно так же девушка, она хочет, чтобы муж на нее смотрел с восторгом. Ну, приведу пример. Мы с женой рассуждали, я ее спрашиваю, за что ты любишь своего отца? Вот, какие-то воспоминания есть? Она говорит, я когда в детстве занималась художественной гимнастикой, она у меня мастер спорта по художественной гимнастике, я в детстве занималась художественной гимнастикой, то я приходила когда домой, открывала дверь, и там папа стоит возле двери. Она говорит, папа, ты давно тут стоишь? Он говорит, как ты ушла, так и стою. И она говорит, папочка, я тебя так люблю. Все, вот, и любовь у нее ассоциируется с тем, как папа ее ждал. А на самом деле, он подходил, когда он слышал, дверь открывается, он подходил, и она открывала, и увидела, папа стоит, вот. Я это ущучил момент. Да, там я работаю, а мимо моего окна жена проходит, и потом в дом заходит. и я смотрю, идет. Я подбежал от двери, встал такой, голову опустил. Она открывает дверь, говорит, ты что? Я ничего, жду. Она говорит, давно ты тут стоишь? Как ушла, так и стою. она говорит, да ты мой дорогой. Теперь сразу возникает вопрос, она знала, что я подбежал, или нет? А? Ну, конечно, знала. Ей приятно было, что это произошло? Да. Тогда любовь получается, это серьезная вещь, или не серьезная? А вы как серьезная, да? Это же надо побежать и спеть. Ну, все нормально, пока зашла, пока открыла, и все, время хватает. Там уже постоишь, даже может скучно садишь. Вот, теперь, что вот она хочет, девушка, хочет, чтобы на нее смотрели как бы с восторгом, какая она красивая. Ну, примерно так же, как она сама смотрит на себя в зеркало. Вот, девушка на себя в зеркало смотрит, что она видит? видит, какая она красивая. Какому дураку доставлюсь. Так? Примерно, да? Вот. То есть, каждый, кто больше всего красоту девушку видит, вот, просто, самый лучший разбирается в ее красоте. Кто больше всего? Она сама, да. И так надо на нее смотреть? Вот так вот надо смотреть. Понятно? Это на самом деле так или нет? Нет. Люди привыкают друг к другу. Но любовь означает служение. И вот как девушка служит, она это называется уважение. Уважение это вообще самая первая стадия отношений. И это смелая вещь. Вот девушку надо уважать, всегда восхищаться красотой. Мне жена когда готовит, я всегда падаю в оморок, когда вижу, как все красиво и вкусно. И разок она приготовила и мне накрывает на стол, я должен очень сильно удивиться и упасть в оморок. Но у мне был звонок серьезный в это время. Я посмотрел как бы я хотел упасть в оморок, но в этот момент пришел звонок. Я взял трубку, алло, там туда все, там раз положил и все. Она такая белеет короче. Я говорю, что с тобой случилось? Она говорит, ты почему не падаешь в оморок? Что, тебе не нравится, как я приготовил ее старое? Я говорю, да я падаю и все. нам нравится? Классно? Ну делайте это. Just do есть первое знание, что больше всего нужно человеку. Вот допустим, маленький мальчик взять. Я уже вам говорил, что ему нужно. ему нужно, чтобы все видели, какой он сильный, способный, что он может. Так? Любому мужчине. Он старался, он старается, он может. Любому мужчине, мальчику, это больше всего нужно в жизни. Способность. Правда? Что нужно, девочки? да, нужно, чтобы все видели, какая она хорошая. Вот у мальчика, какой он умелый, способный, а девочки, какая она хорошая. Так? Это надо делать. Можно, допустим, смотреть на свою жену и показывать, что она плохая? Можно? Она хорошая всегда, да? А можно мужчине намекать на то, что он слабый? Нет. Вот и все. Вот и семейные отношения. Это игра, понимаете? И вот, ну, как бы, девушка бывает плохой в личной жизни. Она же капризничает иногда там, шалит. Вот, шалости бывают у мужчин? Шалости. Какие у мужчин шалости? Как они шалят? Безответственно сядут, да? Чего-нибудь напортачат, а шалости мужские. Вот. На грибу потом разгребывают. А женские шалости какие? Плачет. плачет это не самая опасная. Шалость. И невежность. Да, самая главная шалость женщина говорит, я тебя никогда не любила. Вот это шалость. То есть, она говорит, зачем я за тебя вообще вышла замуж? Да, шалость. Зачем она это говорит? Больно сделает. Вот не сделает больно хочет. В общем, даже не понимает это. И они даже не понимают, зачем она это говорит. Мне жена сказала разок так, я это на следующий день такой, как бы. Она говорит, а ты что это все слушал? Я говорю, а что я должен был делать? Она говорит, ну я даже сама себе не верю, когда я это говорю, а ты что веришь-то? Я понял. Сомнент больше перестал верить, когда он так говорит. Перестал верить. Уже не верить. Вот, то есть, шалости есть у всех. Есть у мужчины шалости, есть у женские, у женщины шалости. Конфликты, ссоры. Как надо воспринимать личную жизнь? не надо ничего драматизировать. Когда горит огонь, и вы обожглись, значит, он плохой, это огонь? Нет? Он плохой? Нет, просто так получилось. Огонь это сильная энергия. Обожглись немножко, ну ничего, вылечится. Вы же не обижались на огонь? Не обижались? Просто потом осторожнее надо с ним все вести. Осторожно. То же самое отношение. Это огонь, огненная энергия, опасность. Им надо просто осторожнее и надо понять, что чем легче стиль в отношении, тем больше счастья. Легкий стиль, понимаете? Поругались, помирились. И надо драматизировать. Как ты мог такое мне сказать? Он говорит, да что я сказать? Я уже не помню. Эмоции они подразумевают, что человек что-то рякнул, а потом даже забыл, что-то. Вот вы можете вспомнить причину, почему вы поругались хотя бы один раз? Вот вы что-то поругались, вот проанализируйте, из-за чего ругань пошла? Шкурки выделены, не стоит. Ну то есть какая-то фигня. И вы потом убежаетесь друг на друга. А чего убежаться? Поругались, поругались, ничего страшного. Поругались, поссорились, помирились. Так? Любовь означает. Поругались, помирились. Не надо из-за этого делать какую-то трагедию. Тогда будет нормальная семейная жизнь. Если вы начинаете трагедию разводить, как бы, да я для тебя, да там столько, а ты для меня, а не ты, это я для тебя, а не это ты для меня. И понеслась. Торговля такая, кто кого больше всех любит. Просто поссорились, помирились. Все. Итак, мои дорогие друзья, мы с вами обозначили несколько направлений работы в семейной жизни. Первое направление это энергия. Я вам могу сказать точно, это самое главное направление. В основном любой нигде не хватает сил. А потом из этого все вытекает. Например, почему женщина очень сильно чувствительна? У нее статическое напряжение. Она устает отношение, ей нужно побыть одной, ей тяжело, она капризничает, обижается. Это статическое напряжение. Мужчина, допустим, не может устроиться на работу, но нет сил. Это динамическое напряжение. Силы берутся из длительного движения. Плохое настроение это так сильное. Понятно? Все это надо пополнять, надо жить так. Американский образ жизни означает, что человек не становится таким, что легче перепрыгнуть, чем обойти. Он должен быть спортивным, заботиться о своем здоровье, о своем росте, личностном. должен быть разным, спортивным человеком. Он должен быть активной жизненной позицией означает. Не как растение. растительный образ жизни в Америке не поощряется, правда? Тебя задушат налогами, еще чем-то. Надо выживать, что-то делать надо. Поэтому надо ввести активный образ жизни, активную жизненную позицию занимать. Иначе сгоришь, у тебя не хватит возможности нормального существует. Первая тема понятна, да? Вторая тема это ожидание. Ожидание надо трансформировать в служение. Вот запомните, это сложно понимаемая вещь, но это работает. Ожидание трансформировать в служение. Понятно? Нет? Вот вы что-то ждете. Вот допустим, вы хотите вам давать песню. Сейчас включу. Из песни никак не будем. Вот что девушка парню хочет в первую очередь? Любил понимание без заботы. Да, правильно. Нежность, заботу, ласковые слова. Да? Теперь у меня к вам вопрос, а парень он нежный по природе или нет? Мужчина нежный? Два мужчины встречают привет там, привет. Вот мы сегодня с Егором в машине прям подсапались такие. У нас были нежные такие отношения. Это из любви мужской такой. Игорь говорит, да ты знаешь, я рекомендую вот так. Я говорю, нет, вот так. И мы с ним сидели там. Это мужские отношения такие. А вы хотите нежности? Ну, какая нежность? И откуда вы взять? Ласковые слова. Ну, там есть, допустим, группа ласковые мая, допустим, там ласковый слова. Ну, в основном мужчины же они по природе не ласковые, правда? Ну, тогда откуда нежность у мужчины берется? От женщины. То есть это ее обязанность так себя вести, чтобы он нежным стал. Его обязанность так себя вести, чтобы он ласковым стал, да? Ну, есть и мужчины, мужские качества, женщины тоже они нужны. Но что в первую очередь ей нужно? Ей нужны те качества, в первую очередь, которые она сама должна ему давать. Поэтому я вам и говорю, активная жизненная позиция в ожидании означает, что ты сама делай то, что ты хочешь от него, и получишь то, что ты хочешь. Нежный, ласковый, бережный. Нежна. Купила брюки. Дальше можно и продолжать. Уже все понятно, женщина же смеется. История закончена. Дальше уже как бы... Я надел новую футболку, красивая новая футболка, мне подарили. Обычно мне футболки дарят. не намек. У меня уже хватит все. Вот. И это... И там мы уезжали в Израиль, надо было варенье с собой взять, у нас было вкусное варенье, и я, чтобы оно веса не было, из банки начал переливать бутылку. Ну, там у нас воронка есть или бутылка. Я как бы с воронки, бутылку и... через блюдо... на рубашку, на футболку. а варенье все оно красит. И я смотрю, у меня просто там и жена идет. Блин, надо что-то делать. Я так бочком, бочком иску. она смотрит, я варенье перелил. Она говорит, зачем ты взялся его переливать? Я говорю, у нас времени уже нету, ты будешь сейчас переливать, а я быстро перелил. И она такая, раз, меня отходит и такая, ты почему начал это делать в этой футболке. я говорю, я не успел переодеть, вот мысль как бы в голову пришла, я не успел уже переодеть, пошел переливать. Какой бережный. Будь со мной бережным, будь со мной прежним. Мужчина прежний, это женщина прежняя, у нее как бы все всегда стабильно, а мужчина постоянно меняется. у нее то одно, то другое. Говорит счастливый, глупые слова, а вот вы видели, что мужчина говорил глупые слова, это женщины глупые слова постоянно говорят, это между собой, мужчина серьезные слова между собой говорят, так? Видите, и женщина хочет от него сначала того, что она сама должна создавать. А теперь, это уже мужские обязанности, но женщина хочет их во вторую очередь. Вы знаете, как есть мужчины, которые знают, что женщинам надо, и они ведут себя очень ласково, нежно в отношениях, какие-то заботятся, ухаживают за женщину. Это мужчина любит? Нет? Он просто добивается. Женщина влюбляется в нее, потом он ее как бы так пофильтровал, и так, я далекий верю с ним, и победу не ждет твой песик. Так? А если мужчина влюбляется, как он себя ведет? Он становится таким слабеньким, таким, как бы, такой, не может поговорить с растенчивым. Так? И как девушка к нему относится в это время? Гордостью она как бы пренебрегает. Ну вот в этой песне чего мы можем вот отметить? Что будет взамен? Вот там она перечислила 15 пунктов, по которым ей будет хорошо с ним. Взамен сколько пунктов знаете, она даст? Нет? Знаете. парочку, пожалуйста. Тогда, любимый, ну видишь, чудо, навсегда веселой и красивой буду. То есть я говорю, тогда в этом случае тебе не буду выносить мозги и всегда буду симпатичным. Я считаю, что этого достаточно. Это хорошее, как бы, хорошее, так сказать, да? Это хорошее, как бы, зато, чтобы все вот делать, потому что это самое главное в семейной жизни, для мужчины, чтобы не был вынос мозгов и чтобы жена была симпатичной. Все, больше особо ничего не надо. Все остальное приложится, так говорится. Вот. То есть первое и главное, что бы я вам хотел сегодня сказать. Я бы хотел вам сказать, что ожидание это самая опасная вещь в семейной жизни. Когда человек сначала ждет, потом разочаровывается. Не очаровывается, чтобы не разочаровываться. Не должно никаких ожиданий. Но что это первое и самое главное? Ождание есть, они создают проблемы. Девушка на пустом месте обижается, парень начинает требовательным становиться, командует, там, что-то хочет, там, ломает психику женщины. Второе это знание на самом деле, как все на самом деле есть. Вот это вот жить в иллюзии это очень проблематичная вещь. Потому что надо четко понимать, как вообще человек устроен. Вот допустим, мужчина хочет, чтобы женщина была послушной. Вот женщина это послушное существо или нет? Нет. Да. Да? Нет. Где вы видите послушную женщину? вы че? Равняйся. Сниг. Шагом марш. Вот. Женщина никогда не будет послушной. Она на любое насилие, у нее жесткий протест внутри. То есть послушание означает сказали, начинает делать человек. Когда женщина становится власть послушной, когда она любит. Если с ней нежно, ласково себя вести, она такая вся раз и как мышка такая совсем согласна, послушной. То есть она други становится послушной женщины. Она не может быть послушной просто так. Но если мужчина начинает давить на жену, требовать, командовать, что происходит дальше? Она превращается в кобру. Она начинает бросаться просто. Так? Она не может терпеть никакого давления небольшого даже. У меня жена трансируется по страшной силе. Она говорит, теперь скажи правильно. Я дорогая. Еще дали мне. Твои достаточно. Что вы удивляетесь? Вы другие, что ли? У каждой в своей стороне особенности. где больше ожиданий, там и это особенности. Например, вот как бы у них любовь, да, но у нее есть собачка. собачка. у нее ожидание, чтобы он правильно относился к собачке. Но он вообще собачку не учитывал. Он не знал, что собачка это, оказывается, самое главное. и он как бы приходит к ней домой и он видит посреди квартиры такую чудесную, расписную с батиками собачку. и он такой прошел мимо, она чего? И такой скандал, ты почему не заметил мою собачку? Ну я как вариант просто говорю, потому что у каждой женщины есть свои приколы. А ему надо знать это уже заранее. Вот в этом прикол заключается. Она же мне объяснила, надо знать, какие цветы ей подарить. Ты что мне принес такие цветы? Он говорит, какие цветы, смотри, какие красивые. Он говорит, я без запаха цветы не люблю. Откуда узнал? Откуда его узнать? Или мне желтый ей не нравятся? И так далее. Почему она так реагирует? Потому что у них были ожидания, и она такая ей подарит цветы, снука, денег и травили, они фиговые. Вот. И она страдает. А он что, он старался, он пытался купить цветы. Они плохие оказались. для нее. Для нее это трагедия, потому что ее никто не предупреждал. Поэтому любовь это такая очень болезненная вещь на самом деле. И здесь надо в ней очень аккуратно сесть, потому что неаккуратное поведение приводит к травмам. но даже если неаккуратное поведение случается, оно обязательно будет, надо учиться быть легким в отношении. Это самый главный принцип. Надо ничего не воспринимать серьезно. Мы поругались сразу и мириться. Вот я допустим с женой поругался, поссорился, я сразу же тут же как понял, что поссорился, тут же иду мириться. И я никогда не парюсь с этим вопросом. Потому что я не вижу смысла в этих тракизме там «как ты могла?» «как ты мог?» Все зависит от ожиданий. Чем сильнее ожиданий, тем тяжелее жить семейной жизнью. Бывает такая сила ожиданий, что человек вообще не может даже замуж выйти. Вот девушка допустим так сильно влюбляется, когда она увидела, что на нее смотрят, что он даже не может с ней познакомиться. Он так сильно влюбился, что подойти даже к ней не может. От нее жар идет, обжигает энергию любви, обжигает, обжигающую природу любви. Вот. Поэтому плохая семейная карма означает сильное ожидание. Если человек ожидание превращает в служение, ожидание это энергия любви. Если ты любовь получаешь от своего же служения и ожидание уменьшаешь, то тогда семейная судьба становится лучше. Просто в какой-то момент уже ничего не ждешь, радуешься жизни и получаешь нормальную семейную жизнь. судьба не не н ни 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 Редактор субтитров А.Семкин